Дорн, Шнуров, Ёлка, Алсу, Асайи, Эльуан, Браво, Крэг. Её фамилия в последнее время всё чаще фигурирует в титрах клипов звёзд отечественной эстрады. Кировчёнка Мария Унжакова в своё время как-то случайно попала в сферу столичного кинематографа, а теперь диктует, как должны выглядеть песни популярных артистов. К примеру, в опубликованный на днях клип Эльуана и Ёлки Шанс звёзды вообще не вносили правки. Сегодня Мария рассказала о том, что во время съёмок происходит за кадром. Как учила Ивана Дорна позициям балета, почему Ёлка и Алсу очень щепетильно относятся к телевизионной картинке. Подробности в сюжете. Совместная песня Эльуана и Ёлки стала достоянием общественности только на днях. Каждый из 900 тысяч зрителей потратил на просмотр клипа всего 3 минуты и 44 секунды. В отличие от съёмочной группы, которая работала над Шансом, месяц, в их числе кировчанка Мария Унжакова. Работа над тем, как должна именно выглядеть песня, начинается у неё раньше остальных. В сценарии примерные образы, хронометраж и мысли. Я включила эту песню. Один вечер я её просто послушала, легла спать. И мне начали приходить какие-то ассоциации в голову. То есть всё равно ты об этом думаешь. В процессе, когда ты знаешь, что там есть неделя на то, чтобы написать сценарий, ты крутишь в голове какие-то мысли и думаешь, что, как, лучше, какие образы и так далее. Именно эти идеи ещё перед съёмками Мария согласовывает с автором. После созданию декораций, подбор мест, актёров, танцоров, свет, рельсы, гримеры. И только потом камера, мотор. Эта закулисная и кропотливая работа над каждой мелочью хорошо знакома только тем, кто создаёт телевизионную картинку. На съёмке клипа Ивана Дорна у Марии вместе с огромной командой ушло 16 часов без перерывов. Больше всего, признаётся, тогда вымытался цех художников, оформителей в кадре, должен был летать мусор, но каждый новый дубль должен был начинаться без него. Вот там, где летит мусор, после каждого дубля наши бедные художники и рабочие сцены всё это собирали, потом заново бросали. Отдельная история о том, как Ивана Дорна нужно было одеть в балетный костюм и очень быстро научить технике. Посмеялись от души, вспоминает Мария, всей командой. Ну, я ему поправляла, да, красиво, балетные ручки, потому что, естественно, первым делом у нас вот такие ручки у всех, ну, кажется, что балерина держит ручки так. Я ему расправляла пальцы, показывала, как правильно. Всё равно это получилось, конечно, у него своеобразно. Но вот этот образ, это, я не знаю, он мне пришёл в голову как-то сразу, вот при прослушивании песни. Зато какие отзывы от участников после съёмок тут, что называется, без купюр. Получила громадное удовольствие. Более того, такой страшный, как в этом клипе, я ещё не была нигде и никогда. То есть, моя мечта сбылась. Золушка превратилась в тыкву. Я придирался ко всем сценариям. Я прочитал больше 20 сценариев. Когда я наткнулся на сценарии этих ребят, я прочитал его и сразу же сказал, ребята, мы едем в Питер. Режиссёрские работы Марии Унжаковой, это и клипы на отдельные песни «Алсу», «Браво», Юлианы Карауловой, «Крэка», Сергея Шнурова. Нескромные портфолио даже для восьми лет в профессиональном сценарном деле. И вообще на съёмочную площадку она, говорит, попала внезапно. После знакомства со своим будущим мужем и оператором по совместительству Павлом Сидоровым. Сначала были съёмки рэперов из Петербурга, группа «Асай», а потом закрутилась. Когда мы начинали с рэперов, да, это было много-много лет назад, мы полностью делали всю работу от и до. Сейчас, слава богу, есть продюсер, да, есть линейный продюсер, есть директор на площадке. И каждый человек выполняет свою работу. Моя мечта, наконец-то, мне кажется, сбылась, когда я могу заниматься только творчеством и на площадке следить за тем, чтобы всё было воплощено так, как вот нарисовалась картинка в моей голове. Несмотря на то, что режиссировать клипы звёзд можно только пройдя аукционы и конкурсы, судьба свела, признаётся Мария, поработать с теми, с кем давно хотелось. Уточнила, правда, что есть ещё одна детская мечта – посотрудничать с Земфирой. Проблема только в том, что клип артистка не снимает уже давно. Акцент делает больше на сценические шоу. Артём Панекаровский, Никита Рябинков, информационный канал «Город». Бород. Продолжение следует...